МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редакция Телеэкспресс представляет новости нашего города. В студии Кирилл Мигель. Здравствуйте. В начале выпуска о некоторых темах. Плановое неудобство. Часть 7-го микрорайона останется без горячей воды и отопления. Сколько стоит преступления? МВД будет платить гражданским за пойманных рецидивистов. И откровенный разговор. Выставочный фотопроект под таким названием открывает музейный ресурсный центр. Часть жителей 7-го микрорайона, чьи дома расположены ближе к улице Советской, в четверг останутся без отопления и горячей воды. 3 октября будет отключен центральный тепловой пункт номер 17, который отвечает за теплоснабжение этого района города. Дело в том, что подрядчики ДМЗ продолжают ремонт сетей по улице Высоцкого и часть работ невозможно выполнить без отключения. Правда, как подчеркнули в «Энергогаз-Ноябрьске», коммунальных услуг ноябрьцы лишатся только на время рабочего дня, то есть с 8 до 18 часов. Поставщик ресурсов уже предупредил об отключении управдомов. В расчетках за ЖКУ появится новая строка. Это связано с изменениями в жилищном кодексе, пишет коммерсант. Теперь все собственники жилплощади в многоквартирных домах будут платить за капитальный ремонт. К 2014 году власти регионов обязаны создать фонд капитального ремонта и назначить регионального оператора, который будет ремонтировать жилфонд и своевременно публиковать информацию о ходе работ в сети. По словам руководителя рабочей группы по развитию ЖКХ экспертного совета при правительстве России Андрея Чибиса, плата будет составлять 5-7 рублей с квадратного метра. Таким образом, собственник квартиры площадью 50 квадратных метров добавит к своим ежемесячным коммунальным платежам 250-300 рублей. Вопрос предстоящей оплаты за коммунальные услуги особенно волнует сегодня жителей дома 14Б по Северной. Дело в том, что в их доме поставили общедомовой прибор учета. Все было бы хорошо, но вот только счетчик, предназначенный для того, чтобы экономить, в разы увеличивает показатели потребления воды. Что происходит, расскажет рубрика «Жалуйтесь, критикуйте, хвалите». Жильцы этого дома недоумевают. После установки общедомового прибора учета они не экономят, а наоборот, накручивают сумму за потребление воды. Все дело в том, что как только агрегат появился, горячая вода из-под крана теперь появляется примерно через полчаса. Все это время она, так сказать, нагревается, стекает, а вместе с ней и копеечки за столь дорогую услугу. Люди стали выяснять, в чем дело, выяснили. Узел учета установлен неправильно. Спустя неделю после установки узнала учета, я написал заявление в аварии. Мне Поздеев сказал, ты не первый, так что много неисправностей. Мы ждем, когда слесаря примут меры и исправят свои ошибки. Через неделю я пошел в УЖХ на мере 61-ки. Там тоже мне сказали то же самое. Собираем заявление и предъявим тем, кто устанавливал учета. А когда оно будет исправляться, никто ничего не знает. Так, говорит Олег Фоминых, и ходим по кругу. Обращались не только в управляющую компанию, но и в ресурсоснабжающую. И там разумительного ответа не получили. Все, что сказали им в Энергогазноябрьске, ждите. Сколько ждать и сколько воды еще в прямом смысле утечет за это время, непонятно. А еще люди задаются вопросом, куда смотрели те, кто эти приборы устанавливали. И уверяют, не надо быть специалистом, чтобы понять. Здесь явные нарушения. Самое интересное, взяли, вот подача. А подачу врезали в обратку. Видите? Подача идет в правая сторона. Всегда правая сторона. Это любой сантехник знает. А они врезали обратку. Подачу в обратку, а обратку в подачу. И вот смотрите, здесь вода горячая. Потому что идет разбор. Разбор. А здесь холодная. А должна быть циркуляция. То есть и здесь горячая вода должна быть, и здесь холодная. В общем, вопросов, в принципе, как часто это бывает в коммунальных историях, больше, чем ответов. Один из главных, кто теперь заплатит за впустую, слитую в канализацию воду. Оксана Балун, Юлия Москарик, Александр Иванов. Новости нашего города. Мы направили официальный запрос в Энергогазноябрьск с тем, чтобы нам разъяснили ситуацию. Ответ мы рассчитываем получить в ближайшие дни. Ноябрьский городской суд вынес приговор жителю республики Азербайджан. Мужчина обвинялся в убийстве. Напомню, трагедия произошла вечером 13 января этого года. Тогда в одном из дворов по проспекту Мира в результате ссоры в компании молодых людей завязалась драка. Один из мужчин достал нож и ударил им своего оппонента. От полученных травм пострадавший скончался уже в больнице. Подозреваемого быстро задержали и поместили под стражу. По результатам исследования всех доказательств, которые были собраны в ходе предварительного расследования, представлены на обозрение уважаемого суда, был постановлен обвинительный приговор. Соответственно, суд посчитал мнение государственного обвинения об основанную позицию. И также с учетом позиции прокурора было назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы. Собывание наказания из правительной колонии строгого режима в соответствии с требованиями уголовного законодательства Российской Федерации. Получите, распишитесь. Полиция будет платить гражданам за участие в обнаружении или задержании преступников, передают федеральные СМИ. Теперь отличившиеся могут рассчитывать не только на почетную грамоту или медаль, но и на денежное вознаграждение за содействие МВД. Проект приказа Министерства внутренних дел Владимира Колокольцева, где перечислены случаи, когда человек может заслужить от этого ведомства денежную премию, уже опубликован. Так, например, заработать можно, предоставив сыщикам достоверную информацию, которая поможет обнаружить место, где скрываются преступники, или же вообще приведет к раскрытию самого преступления. Кроме того, будет оплачена непосредственная, то есть физическая помощь в задержании опасного бандита. Кстати, именно бандита, а не какого-нибудь мелкого жулика. В проекте приказа подчеркнуто, что речь идет только о тяжких и особо тяжких преступлениях и людях, их совершивших. А вот те, кто напротив задолжал государству, могут быть лишены водительских прав, пишет российская газета. Законодатели намерены в ходе осенней сессии вернуться к идее ареста водительского удостоверения должника. На своих двоих в перспективе будут передвигаться те, кто проштрафился и не уплатил деньги в казну, или же имеет задолженность по коммунальным платежам. Подобная мера поможет частично заменить запрет на выезд за границу, меру воздействия которой часто прибегают судебные приставы. А вот другая санкция – административный арест на 15 суток за неуплату штрафа может быть упразднена. Правда, касаться нововведения будет только тех, за кем поступок будет замечен впервые в течение года. Соответствующий законопроект рекомендовал в первом чтении принять профильный комитет Госдумы по конституционному законодательству, сообщает РИА Новости. Сейчас неуплата штрафа в срок влечет за собой наложение штрафа в двойном размере, либо административный арест на срок до 15 суток. Один из авторов законопроекта на заседании комитета Госдумы объяснил, что подобная практика несправедлива. Ведь многие граждане, не проживая по месту регистрации, могут не знать о наличии штрафов, за которыми может последовать арест. Все в кадеты полицейские Ноябрьска начали профориентационную работу со школьниками. Всех желающих связать свою жизнь со службой в МВД для начала приглашают попробовать свои силы в кадетском классе. Напомню, он работает на базе гимназии номер один. Наряду с общеобразовательными предметами его ученики активно изучают норму права и российское законодательство. В дальнейшем это поможет выпускникам в учебе в ВУЗе, но непосредственно к службе их подготовит ряд дополнительных учебных дисциплин. Это строевая подготовка, огневая подготовка, основы правоохранительной деятельности, в рамках которой они изучают у нас азы уголовного кодекса, административного, гражданского, семейное право изучают. Также в рамках дополнительных занятий они у нас обучаются хореографии, этикету, выезжают в город Уват и совершают прыжки с парашютом. Жители Ноябрьска продолжают собирать пожертвования для пострадавших от наводнения на Дальнем Востоке. Напомню, в городе объявлена благотворительная акция. Откликаться на нее продолжают жители Ноябрьска и сейчас. Они приносят в комитет солдатских матерей одежду, еду, мягкие игрушки. А одна из жительниц даже предложила передать на Дальний Восток свою мебель. И вот состоялась первая отгрузка вещей. Пользуясь случаем, я хочу выразить огромную благодарность всем, потому что люди приходят именно с таким порывом хорошим, с такой добротой, с такой душевностью. Все это дают. Те самые пенсионеры, бабушки, они на день нам звонят по несколько раз, потому что они не могут сами прийти. Те же самые инвалиды, которые не могут приехать, но активно хотят поучаствовать. Поэтому я очень всем признательна, очень благодарна. Спасибо жителям, что они нам верят, что они нам доверяют, что они нам помогают и действительно участвуют в этой акции. Время еще есть. До 10 октября мы будем собирать гуманитарный груз. Ну а после 10 октября надеемся, что будет транспортное средство и мы сможем доставить до наших жителей Амура. Владимир Путин вновь номинирован на Нобелевскую премию мира, на этот раз за спасение планеты от Третьей мировой войны. По мнению инициаторов идеи, именно Россия, президент страны в частности, сыграли решающую роль в урегулировании сирийского конфликта, что, безусловно, достойно награды. Напомню, в 2009 году Нобелевская премия мира была удостоен коллега Путина, нынешний президент Соединенных Штатов Барак Обама. С формулировкой за огромные усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничества между народами. И далее в выпуске коротко о спорте. Питерский «Зенит», играя в меньшинстве, не смог одолеть австрийскую Аустрию в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Одержать победу команде «Лучано-Сполетти» помешало удаление Витцеля. «Зенит» с первых минут матча завладел как игровым, так и территориальным преимуществом. Уже в самом начале тайма хозяева поля провели ряд неплохих атак, самую опасную из которых завершал «Халк», но удар форварда бразильская сборная приняла на себя штанга. Соперникам «сине-бело-голубых» оставалось только играть на контратаках. Однако ни «Зенит», ни соперник российского клуба так и не смогли поразить ворота. 0-0. В следующей игре турнира 22 октября «Зенит» в Португалии сыграет спорту. Музейный ресурсный центр приглашает на «Откровенный разговор». Так называется выставка, которая открылась здесь накануне. Это фотопроект, который рассказывает о позитивной и негативной жизни молодого поколения во всем ее многообразии. Выставка «Откровенный разговор» посвящена проблеме зависимости от вредных привычек, таких как алкоголизм и наркомания, которые каждый год калечат миллионы человеческих жизней. Экспозиционное пространство выставочного зала разделено на два тематических раздела. В одном разделе располагаются фотографии, повествующие о том, что негативные привычки загоняют человека в круг проблем. Фотографии второго раздела напротив же раскрывают все яркие краски и позитивные моменты жизни. И это была завершающая информация о выпуске. Впереди вас ждет прогноз погоды на завтра. Я желаю вам всего доброго и до свидания. Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный сервис и качественное топливо, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир. Третьего октября в Салехарде преимущественно без осадков. Ветер северный, температура около 0 градусов. В Муравленко-Пасмурно, небольшие осадки. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура 2 градуса тепла. В ноябрьский облачный, небольшой дождь. Ветер северо-западный до 2 метров в секунду. Температура 3 градуса выше 0.